10 сентября на крупнейшей в Армении Розданской теплоэлектростанции прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает МВД Армении. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело. Производство начато по признакам нарушения строительных правил горнорудных работ, повлекших смерть человека по неосторожности. Согласно материалам следствия, на Розданской ТЭС взорвался резервуар с воздухом, в результате чего получили травмы 6 сотрудников компании, эксплуатирующие объект. Состояние одного из пострадавших во время взрыва сменилось с крайне тяжелого на стабильно тяжелое. Его успешно прооперировали. Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Состояние двух других пациентов оценивается как нормальное. 12 сентября в рамках визита в Китайскую Народную Республику министр обороны Республики Армения Сурен Папикян встретился с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем. В ходе встречи собеседники отметили важность отношений между двумя странами в различных сферах, в том числе в сфере обороны. Стороны также подчеркнули, что за последние годы военное сотрудничество значительно продвинулось вперед. Министры выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества Армения-Китай, включая контакты между вооруженными силами двух стран. Были также обсуждены вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности. 9 сентября в первопрестольном святом Ачмиадзине его святейшество Гайрегин II, верховный патриарх и католикос всех армян, принял швейцарско-армянского бизнесмена и филантропа Ваге Габраша, который приехал, чтобы передать в дар реликвию епископа святого власти Севастийского. Реликварий был подарен к предстоящему историческому случаю – повторному освящению первопрестольного собора и чина освящения святого мира. Реликварий был передан на хранение в сокровищницу первопрестольного святого Ачмиадзина, где приезжие религиозные паломники будут иметь возможность приобщиться благословению, исходящему от мощей святого. Напомним, что церемония переосвящения кафедрального собора в первопрестольном Ачмиадзине пройдет 28-29 сентября. В Ереване стартовала 8-я глобальная конференция ООН «ЮН Туризм». Она собрала в Армении авторитетных виноделов, экспертов, специалистов винного туризма и любителей вина со всего мира, предоставив им возможность познакомиться с армянскими винами и возможностями винного туризма. В конференции принимают участие 120 представителей более чем 20 стран. В течение трех дней форума армянские виноделы имеют возможность представить свое винодельческое наследие и поделиться опытом. В ходе конференции участникам представится возможность осмотреть старейшую винодельню мира – пещерню Арыни-1. Министр экономики Армении Геворг Папаян, подчеркнув важную роль подобных мероприятий в развитии экономики страны, отметил, что это исторический повод и возможность для Армении представить все армянские туристические возможности, с одной стороны, с другой – возможности нашего вина. В армянском городе Алаверди состоялась церемония открытия Санаинского моста через реку Дибет, построенного иранской компанией на безвозмездной основе. На мероприятии присутствовал министр территориального управления Армении Гнел Санасян и посол Ирана в Ереване Мегди Сабхани. Как сообщил Санасян в соцсетях, он поблагодарил иранских партнеров за помощь, отметив поддержку и важную роль посла в реализации этого проекта. В свою очередь, дипломат заявил, что готов всегда быть рядом с Арменией и оказывать ей всяческую помощь. Сабханин назвал строительство моста прекрасным примером армяно-иранской дружбы. Как сообщили в Министерстве территориального управления инфраструктур, совместно с Комитетом гражданской авиации был рассмотрен вопрос открытия аэропортов в Сесиане. Министерство планирует включить аэропорт Сесиан в перечень объектов, которые будут использоваться как для гражданской, так и для военной авиации. Пашинян совершил перелет на вертолете до аэропорта в Сесиане, анонсировав его возможный запуск. Мэрия Еревана запустила процесс замены старых лифтов в столице. По сообщению мэрии, сейчас одновременно проводится работа по замене 97 лифтов. Будут установлены лифты белорусского и российского производства. По словам вице-мэра Ливона Аванесяна, эти работы производятся с 2019 года. К концу 2024 года в Ереване будет заменен 2051 лифт. Это без малого половины городских лифтов. Полная замена ожидается в течение 3-4 лет. Новые лифты будут удобны также для использования людьми на инвалидных колясках, а на кнопках будет алфавит Брайля для незрячих. В Ереване у Лебединого озера 7 по 10 сентября показали 4 фильма с участием национального героя Армении Шансонье Шарля Азнавура. Мероприятие «Ознавур в кино. Ретроспектива. Путешествия» приурочено к празднованию столетия Шансонье. Наследие Азнавура, как режиссера, актера и композитора, включает более 90 фильмов. На церемонии открытия выступили генеральный директор фонда «Ознавур» Кристина Азнавур, а также посол Франции в Армении Оливье Декотиниев. На открытии присутствовали дети Азнавура – Николя и Миша. В Ереване установили бронзовый памятник заслуженному детелю физической культуры и спорта трехкратному олимпийскому чемпиону Королю колец Альберту Азаряну. Церемония открытия памятника состоялась 5 сентября в пантеоне парка имени Камитаса в первую годовщину кончины великого гимнаста. Номера приятий присутствовали министр спорта и физического воспитания Армении Жан Андреасян и заместитель министра Карен Гелаян, а также известные спортсмены, знакомые и близкие семьи Азарян. Статуя была создана скульптором Гором Довтяном при финансовой поддержке государства. По случаю годовщины была проведена панихида, а собравшиеся возложили цветы к могиле Альберта Азаряна и почтили его память. Субтитры создавал DimaTorzok